здравствуйте дамы и господа мы с вами продолжаем выкладывать раз самые разные ролики в том числе и по тем заданиям которые были какое-то время назад отсняты частности нас вот по предмету живопись как тут их больше всего накопилось и мне кажется надо все-таки они увидели свет и мы с вами очередную серию седьмую серию уже посвящаем вот этому заданию ну учитывая что серии у нас достаточно короткие то может быть это и не столь долго в сумме своей получается да вот следующих сериях нас с вами началась прописка да то есть начали раскрыли достаточно широко и мы говорим о том что когда мы раскрываем мы стараемся взять крупные основные отношения и возможности какую-то живописности дать а дальше мы занимаемся пропиской вот прописка это не в том смысле что тонкой кисточкой как бы обилие каких-то мелких деталей да а это скорее мы стараемся в каждом месте взяв кисть уже конечно не такую как при раскрытии все-таки относительно небольшую да мы стараемся в каждом месте вот этот самый основной тон и цвет уточнить основной тон и основной цвет уточнить но естественно что при этом еще и туда вкрапляются еще мазки еще один что как раз по идее нам и должно давать ту самую игру ту самую живописность которая по сути вот нам требуется если мы говорим о неком таком живописном мейнстриме современным по крайней мере на стадии какой-то образовательный да потому что хотя когда мы закончим наше обучение или там какое-то время проучимся мы неизбежно как-то наверное будем специализироваться и какую-то сторону мы скорее всего нас направит жизнь да но учиться мне кажется мы должны такому общем мейнстриму такому живописному или попросту говоря вот чему-то такому достаточно усредненную то есть чтобы было живопись что были оттенки были мазки до чтобы у нас мы при этом более менее старались реалистично попадать в тон и в цвет ну тут правда надо сказать что у нас тогда запись велась на такой уже не очень молодой фотоаппарат канон который почему-то так несколько краснил краснил происходящее вот при видеозаписи фото который у нас справа да то там видимо баланс белок по-другому был выставлен поэтому фото наоборот заходит вышла более холодная поэтому здесь она скорее носит ну некий некий просто характер может быть просто уведомительные что живопись идет вот постановки до которые там находится но кстати слева сейчас видно как раз руки модели и держащий этот чугунок вот и когда мы с вами прописываем отдельные куски конечно нам надо смотреть чтобы мы желательно не вылетели из целого так прописывать чтобы мы случайно не вылетели по тону и по цвету из общей ситуации которые раскрывали в самом начале ну этот навык он тренируется исключительно практикой то есть собственно говоря надо просто писать просто энное количество постановок написать смотреть при этом довольно много живописи и потихонечку она все встанет ну естественно что лучше чтобы у нас был преподаватель который нас время от времени тыкал носом да говорю что вот здесь у тебя дружок не очень похоже по тону может быть по свету а может быть и и так косяки по рисунку внутри там где-то что-то становится контрастный этот платок он искать его тень она подчеркивает плечо да ничего такая интересная интересный такой кафтан да как его правильно назвать одет на модель очень здорово мне кажется нам конечно приглашать позировать исторических реконструкторов вот именно на какие-то костюмированные постановки чтобы чтобы сделать именно наши постановки один в одежде до более зрелищными более интересными для нас самих для зрителей грузинская ну там собственно ли сам платок он больше как бы на умбре хотя вот я вижу что и что-то черное тоже подмешивается но видим что у нас как обычно в центре палитры некая такая сложная гармонь как иногда говорят пока некая такая смесь вот и это важно то есть чтобы замес наш был разнообразным чтобы замес наш был сложным там сейчас что-то такое с фоном будет немножко переписываться на самом деле конечно не всегда удается додумать до конца постановку чаще не удается до особо времени поэтому все носит такой полу стихийный характер и потом конечно в процессе работают можно где-то что-то такое думать слева у нас на холсте отчеркнутая такая часть которая потом превратится некий такие столбы потому что хост в общем-то шире чем задуманный эскиз но вот можно в таких случаях мне кажется не всегда не всегда только лишь покупать какой-то другой холст а можно просто попробовать с тем холстом которые и чтобы сделать какие-то добавить в нем какие-то интересные участки просто таким образом додумать композиции но ответь что там сейчас утемняется фон обратить внимание что сразу вкладывается некая игра вот конечно мы большую часть оттенков мы на видеозаписи на фотосъемке мы конечно же не видим вот но тем не менее хотя бы на то что видим вам можно немножко обратить внимание то что мы там как бы меняем тон до что-то темняем постепенно меняем цвет но параллельно мы вносим игру все для того чтобы у нас была живопись даже у нас мы стремились к музыка музыки цвета до соответственно музыка цвета на в чем заключается до в том что разные оттенки разные оттенки то есть его меняю что-то по тону тому по рисунку то мы параллельно можем вносить некую игру то есть разнообразие оттенков есть некий основной цвет который мы туда накрашиваем но он имеет свои вариации каждый там два-три сантиметра может быть даже мельче он имеет свои вариации поэтому мы дайте оттенки вносим вот ведь сейчас фон немножко утемнелся и за счет этого как бы сам кафтан до одетый на модель он стал немножко больше выделяться то есть он стал как бы светлым на темном фоне палитра у нас достаточно стандартная в левом верхнем углу то есть фактически на видео это просто верхний угол там находится белила титановые да потом дальше по краю левому идет желтая оранжевая кадми и красный светлый потом наверное кадмий красный темный скорее всего потом может быть либо кармин либо кадмий пурпурный три кадмий пурпурный наверно потом в углу может идти также краплак по моему сейчас нет могу ошибаться может вот и потом либо потом кармин и фиолетовые две фиолетовые краски идут вдоль вот торца нижнего нижнего творца и правом углу нижнем у нас черная находится затем по левой стороне там из синих я выдавливаю только марганцево-голубую а вообще как бы могли быть там другие синие краски и вот за рукой то есть получается ты правый верхний угол там находится умбра скорее всего умбра грузинская но можно еще умбра ленинградскую но только имеется ввиду именно от классическая умбра то есть такой болотный цвет несколько средний между зеленым а Brandon потому что если умер ленинградская натуральная то и совсем другую думаю натуральная ленинградская той другой это такой серо-коричневый цвет а нас интересует умбра именно как источник болотному цветок болотного цвет потому что принципе достаточно универсальная краска но иногда за ней приходится поохотиться. Насколько я знаю, в гамме она делается. Иногда бывает зарубежная, а умбра более коричневая. Ну тогда надо смотреть, может быть немножко желтый и черный добавлять. Может быть, если нет умбры, просто смешать желтую, оранжевую и черную краску, и в принципе будет некий аналог. Этот цвет, он умбристый, он, конечно, для задания колорита очень такой часто выручающий. Просто можно строить все на доминировании умбры, и почти гарантированно всегда все будет прекрасно. Там немножко раскрываем фон, слева некое такое, типа окно задумано там. Почему утемняется сейчас фон слева от фигуры, я не знаю, но могу предположить, что там вот шкура, такая синтетическая шкура из икеи, которая там висит, может она как-то висит с большим обилием теней. Надо заметить, что фотография у нас с первого сеанса, скорее всего, а здесь наверняка уже не первый, и поэтому там просто может немножко по-другому сидеть модель, какие-то новые возможности могут открываться. туда вносим игру, соответственно, оттенки, да, практически все, все краски в какой-то мере нас засветились, вот, но больше, конечно, нас интересует умбра, немножко фиолетовая, немножко черная, оранжевая и красная, ну и все остальные, но просто в меньшей степени. Ну, конечно, когда мы кладем мазки разные по цвету, то есть у нас алгоритм такой, в этом все время, мне кажется, можно говорить о том, что подмешиваем, кладем один-два мазка, желательно потом опять подмешиваем, и мы не растираем краску, потому что если мы начнем краску растирать, то, конечно, у нас никаких, никаких оттенков, никаких мазков уже не останется, потому что иногда бывает, что мы больше сосредоточимся на тональности, да, мы начинаем растирать просто краску кисточкой, и, конечно, тогда уже не остается никакой живописи. Вот в правой половине холста там попытка показать такой дверной проем, как бы, с неким таким, может быть, берегом, не берегом, да, каким-то там дальше вода, не вода, что-то такое, может быть, там рассвет или закат, такой, наверное, вариант, и, конечно, все это сложно поставить в реальной постановке, хотя можно пытаться, да, но вот, мне кажется, с другой стороны, ну, просто, вот, просто механически копировать, да, постановку, которая стоит, конечно, это может быть по-своему неинтересно, да, то есть, с одной стороны, мы призваны, конечно, брать соотношение более-менее верно, по тону, по цвету, но с другой стороны, сама композиция, сама закомпонованность, да, холста, она, может быть, мне кажется, довольно разной, то есть, может, как бы, натуру куда-то, так сказать, додумывать немножечко, вот, в целом, конечно, желательно нам стараться по всему холсту путешествовать, то есть, не зависать, наверное, все-таки, все-таки не зависать долго на одном каком-то месте, пытаясь его сделать хорошо, для того, чтобы мы параллельно развивали всю работу, всю нашу работу. Ну, вот, справа мы видим шкуру, да, шкуру немножко, нам, конечно, теплее делает запись, да, чем она есть, хотя, может быть, оно и все получилось несколько тепловато, но, хоть и слева там шкура, но, такой момент, да, как раз хотелось бы воротить на, справа именно от фигуры видно, да, наличие некой такой игры, да, игры живописной, которой мы должны уделять время, помимо того, чтобы мы пытаемся там в целом попасть в тон, в целом попасть в цвет, да, чтобы некая такая игра, она, как бы, присутствовала, желательно, в наших работах. Ну да, видимо, сейчас будет утемнение от всего этого пуска, я уже, честно говоря, не помню, как это все развивалось, потому что прошло, наверное, года полтора, может быть, или больше. На счет этого у нас, конечно, выигрывает внутренняя часть чугунка, да, она становится более яркой, когда немножко утемняется фон, скорее всего, справа от чугунка там светлый кусок есть такой небольшой, да, тоже, наверное, может быть, немножко утемнится. так, ну да, вот немножко потихоньку утемняется, поражено, какие-то оттенки туда добавляются. Здесь рука, да, ну вот, вокруг руки надо, просто, как бы, чтобы дырочка не оставалась, да, что-то более светлое сейчас намешивается, хотя нет, нет, не особенно-то и светлое, да, в принципе, туда садится, так, ну вот, фон стал потемнее, да, что будет с фоном слева внизу, что будет с фоном слева внизу, ну и, конечно, сам кафтан сейчас довольно дробно смотрится, то есть, конечно, хотелось бы поскорее увидеть, как он будет перераскрыт, то есть, видимо, он заново раскрывается, немножко более темным тоном, хотелось бы это быстрее увидеть, чтобы он не был, не было на нем слоев от разной тональности, но, в принципе, шкура на этом может быть даже и готова, не ставить задачу какой-то особенной детализации, да, то, в принципе, может на этом этапе больше уже ничего не делается. Где-то щит, да, сероватая тень под щитом, да, такая, достаточно сближенная, да, отец, 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 Да, мне плечо пошло темнее, да? Таким образом, более светлые части, они, конечно, выигрывают. То есть у нас за счет этого выделяются сразу же, сразу же вот освещенные части кожи, да? Сейчас как там до раскроется, то ситуация сразу должна стать сильнее и более понятной, как-то более определенной. И параллельно мы вводим туда нюансы, да, градации. Не залипая на них, просто как бы между делом. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что ж, дамы и господа, мы не увидели здесь до раскрытия каптана, наверное, оно будет в следующей серии. Спасибо вам за внимание, хороших вам рисунков. Это наша группа ВКонтакте, довольно в чем-то и может быть интересный проект. Точнее, предыдущая была, просто наша группа ВКонтакте давнишняя, а вот это может быть такой довольно интересный проект. А это мои координаты. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго, хороших вам рисунков. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok